К встречам с молодежью Николай Маркович Ташлякович всегда готовится особенно. Отглаженные брюки, галстук и, конечно же, китель, сияющий от большого количества орденов и медалей. Эти юноши и девушки – наше будущее, а потому встреча с ними должна быть красивой, часто повторяет ветеран. С особым трепетом, глядя на молодежь, он вспоминает и свои школьные годы, юность, которую отобрала у него война. В 15, еще со всем мальчишкой, Николай Маркович стал связным партизанского отряда. С той поры каждый его день соотносился с очередным приказом или полевым заданием. Дали там уже ботинки и шинель, поэтому тоже написал, мне дали тебя, ты не новая была, те суровые, дальние годы войны. Ты тогда для меня не по размеру была, а досталась ты от бойцового. На тебя погодил, я спросил бы хотел, где бывала, кого берегла, и хозяина осталась. Ну и там длинно, я типа спросил, и прочее, прочее. И я в школу не ходю, поэзией занимаюсь, пишу стихи вот так вот. И в армию когда забрали, тоже пришлось в пехоту, а после десанты танки шли на танк, тоже в Кеннезберг брали, там бои огромные, там было обнесено. Это когда-то немцам давали за героизм, за мущество, еще за гражданское имение. Они построили свои дома, дачи, как это самое, и обнесено было орвы, проволоку. Пришлось, много там наших полегло. Великая Отечественная война все дальше отодвигается от нас. Все меньше становится с нами тех, кто ковал великую победу. А потому слова ветеранов и их воспоминания приобретают все большую ценность. Конечно же, в диалоге с ветераном студентов интересовала правда о военных буднях, о том, как ему, юноше, приходилось сражаться с врагом, участвуя в подрывных операциях, передавая секретные сводки из одного подразделения в другое. О многом Николаю Марковичу доводится вспоминать со слезами на глазах. Особенно ветеран вспоминает, как провожал отца на фронт. Этому событию Николай Маркович посвятил целое стихотворение. Я написал, годы пролетели бурно, но то есть огород в сердце храню. Вспоминаю на закате, то суровую военную весну. Ты шалтал встал и нелегкий пуль бил меня, полцовский обнял ты при встрече. И сказал, вот кончится война, враг бегит в свою берлогу, скоро до Берлина мы дойдем, и тогда мы скажем боссским боссам, не шутите больше, вы с огнем. Но не дожил ты до этих славных дней, на путях берлинских я тебя не встретил, только позже получил письмо. Не грусти, сынок, отца нет на свете. Можа мать прислала, в Германии был я, в Берлине был, в Берлине брал. После он ушел в апреле, а я ушел, в сентябре меня забрали. Встреча получилась насыщенной, интересной, по-своему теплой и семейной. Ведь истории, звучавшие в этих стенах, были не событиями из книги или учебника. Это фрагмент большой человеческой жизни, в которой было место и радости, и горю, и скорби. Однако это нисколько не сломило Николая Марковича. Даже наоборот, закалило характер, научило идти во всем до конца. В свои 90-е он активен и, как настоящий связной, всегда в курсе основных событий, которые происходят в Беларуси и за рубежом. Он живет и любит жизнь, потому что знает ее истинную цену.